В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. 22 июня. Самая страшная дата в истории нашей страны. 74 года назад войска фашистской Германии вероломно напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Миллионы граждан по мобилизации и добровольно отправлялись на фронт, чтобы защищать Родину. И многие из них не вернулись назад. Память погибших почтили сегодня на Площади Славы. 18-летним мальчишкой, только что окончившим школу, застала новость о начале войны Федора Глухих. Шока не было, говорит ветеран. Была только твердая уверенность, что все вместе победят врага. 22 июня мы были в 9 часов утра на товарной станции Нинске. Был великолепный день. Все шумело, все гудело. Ничто не предвещало войны, ничто не предвещало беды. В 11 часов наш поезд остановился где-то на какой-то небольшой станции. Мы услышали конец речи Молотова. Почтить память героев и возложить цветы к горельефу скорбящей матери Родины. В годовщину начала войны на Площадь Славы пришли первые лица губернии и городской администрации, члены общественных организаций, а также сотни самарцев, чьи семьи тоже коснулась война. И, конечно, ветераны Великой Отечественной и участники боевых действий. Мой папа кадровый милиционер в 1892 году рождения наставил меня. Сказал, сынок, началась война. Хоть ты еще молодой, а тебе еще придется воевать. Будь достойным воином. Сражайся за Родину, не жалей своих сил. Но самое главное, никогда не проявляй элементов трусости. Это тебя погубит. Память погибших почти лиминутой молчания, гимном Российской Федерации и торжественным залповым огнем. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Гражданская война за Отечество без неофашистов и бандитов-националистов продолжается и в наши дни на Украине. Чтобы поддержать дух защитников справедливости и жителей Донбасса, из Самары в Луганск отправят икону Владимирской Пресвятой Богородицы. Освящение иконы прошло в храме на территории Свято-Воскресенского мужского монастыря. Там она пробудет еще несколько дней. Павел Баймаков расскажет подробнее. Тысячи людей в эти дни молятся за мир во всем мире. Допустить повтора событий 22 июня 41 года просто нельзя. В этом уверены и сотни православных верующих, которые пришли на утреннюю службу в храм при Свято-Воскресенском мужском монастыре, чтобы поддержать жителей Донбасса. Подходя к святой иконе, просят не за себя, за братьев и сестер. Это очень важный момент, очень важно, нужно будет, потому что там очень много русских людей. Молитвенная помощь очень нужна. И люди должны почувствовать, что они частичка большого православного мира. И вот как раз икона и молитвенная общая помощь, она должна помочь людям. Мы готовы соучаствовать во всех отношениях, в молитве и в поддержке во всем людям, которые там живут, русским православным людям. Икона Владимирской Пресвятой Богородицы, главная икона России, была написана много лет назад на бересте. И вот совсем недавно ее отреставрировал самарский мастер. Краски стали ярче, обновилась и оправа. По словам председателя городской думы Александра Фетисова, передача иконы на Донбасс поистине историческое событие. Это событие, оно и духовное, оно историческое, оно и человеческое. Духовное, потому что икона Владимирской Пресвятой Богородицы на протяжении многих столетий оберегала, помогала нашей стране, российскому воинству. Так было и во время Первой мировой войны, Великой Отечественной войны. Но и, наверное, вот это мы не утратили, и слава Богу, и сегодня. Передать святыню и тем самым оказать моральную поддержку жителям Луганска по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия решили активисты Самарского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России». По их словам, остаться в стороне от сложившейся на Донбассе ситуации просто не могли, как и сотню лет назад. Во время Русско-Турецкой войны градоначальник Петр Алабин передал ополченцам, болгарам, знамя, вышитое в Иверском монастыре, Самарское знамя, с которым они и победили. В Самаре икона пробудет еще несколько дней. Все это время священнослужители будут читать молитвы, а затем вместе с гуманитарным грузом икону отправят в Луганскую Народную Республику. Павел Бимаков, Дмитрий Мешканцов. События. Губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями организации инвалидов Самарской области. Речь шла о проблемах людей с ограниченными возможностями и о том, как реформы местного самоуправления поможет их решить. Напомню, 13 сентября в области выберут 284 районных депутата. По мнению губернатора, ими должны стать люди ответственные, не демагоги, не крикуны и не пиарщики. 600 человек из десятка организаций, которые занимаются проблемами инвалидов, пришли на встречу с губернатором Николаем Меркушкиным. Общество слепых, глухих, ассоциация инвалидов-колясочников «Десница», «Парус надежды» и многие другие получили возможность задать наболевшие вопросы лично главе региона. Санаторий, вот шесть санаторий. Потом, значит, там убрали по санаториям и ушку, и сказали. Сейчас ломают бирюсинки в санаторий. Люди, вот здесь все люди, пенсионеры, ждут путевки по шесть, по пять лет. Вот. ЖКХ, благоустройство, создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Проблемы инвалидов активно решаются в последние годы в Самаре. Сами граждане этих категорий отличаются особой активностью и всегда принимают участие в развитии города и социальных проектов. Сейчас разрабатывается норма ГТО для людей, обычных, здоровых. Мне бы очень хотелось, чтобы инвалиды были не как по остаточному принципу, а параллельно с выработкой норм для здоровых ребятишек разрабатывались нормы ГТО и для детей с определенными отклонениями. Чтобы людские чаяния были быстрее услышаны, в регионе создается новая система местного самоуправления. 13 сентября самарцам предстоит выбрать депутатов в районные советы. Народные избранники будут работать пять лет. Среди них будут и те, кого делегируют в Самарскую городскую думу. Реформа местного самоуправления призвана сформировать команду созидания, приблизить власть к народу, чтобы люди понимали, кого выбирают, а депутаты знали своих избирателей в лицо. Это структура власти. Мы считаем, что он намного больше людей вовлечет в созидательные процессы. Если мы все это выстроим правильно, если будут активно и грамотно вовлечены сюда люди, грамотные в том числе, люди сами будут знать, какая стоит задача перед ними. И власть будет очень хорошо представлять, где можно опираться в том числе на людей. И если это все заработает, то я уверен, что у нас достаточно быстро и город, и не только город, но и микрорайоны, и уголки разные, и дворы, и подъезды будут меняться намного быстрее. В каждом районе будет свой бюджет и источники доходов. В интернете на сайте все жители смогут увидеть отчетность и понять, на что расходуется каждый рубль и проконтролировать исполнение плана. Встреча с губернатором продолжится. 3 июля будет утвержден полный список кандидатов в районные советы депутатов. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Более 100 тысяч рублей штрафа заплатят строительные компании за несоблюдение норм благоустройства. Специалисты городской административно-технической инспекции провели проверку всех строительных площадок. В итоге выявили 49 строек, где есть нарушения. Не оборудованы подъездные пути, нет ограждения, плохое состояние прилегающей территории, отсутствие информационных счетов. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил административной инспекции тщательно проверить, как работают на стройках пункты помыва колес грузовой техники. В дождливую погоду надо будет несколько площадок на выбор взять, своих инспекторов туда направить и посмотреть, как реально эти пункты помывки колес работают. Потому что я встречался на некоторых площадках, там стоят очень маломощные керхеры. Я не думаю, что они в достаточной мере способны за короткое время почистить колеса. Я думаю, что это для отвода глаз, может быть, как говорится. Вот поэтому давайте мы еще проверим, как эти пункты помыва работают. Также Олег Фурсов поручил разработать специальное оформление ограждений строительных площадок в городе. В Самаре начала работу муниципальная управляющая компания «Жилсервис». Напомним, в начале года с инициативой учредить эту организацию вышел глава администрации Самары Олег Фурсов. Муниципальная компания призвана заменить те коммерческие управляющие компании, которые не прошли лицензирование, а также следить за содержанием домов, которые призваны ветхими и аварийными. Муниципальное предприятие уже получило лицензию по решению специальной комиссии. «Жилсервис» приступил к управлению многоквартирными жилыми домами на территории Самарского района, где с этими обязанностями не справилась альтернатива. Также муниципальные предприятия «Универсал быт» и «Эксплуатация и содержание общежитий» возьмут на себя функции муниципальной управляющей компании. Предприятия уже прошли процедуру лицензирования. Озеленение, парковочные места и ограждение газонов – самые острые вопросы благоустройства, которые требуют немедленного решения в микрорайоне 22-й портьезд. Общественный совет, созданный здесь, собирает все актуальные вопросы по развитию территории из первых уст – от самих жителей. На встрече общественников с горожанами побывал и наш корреспондент. Стихийная стоянка вместо газонов. Лабиринты гаражей на месте детской площадки. Жители дома номер 3 по улице Райтнера пока о благоустройстве своего двора только мечтают. Как таковой детской площадки у нас нет. У нас вот эти гаражи. Вот видите эти гаражи, да? Там, в общем-то, и пьют, и шашлык делают, и пожар был. Вот я вызывала пожарную. Вот, приезжала там, потому что дети играют, безобразничают. Опасности подстерегают на каждом углу, жалуются жители. Обломки от обвалившегося козырька над подъездом уже полгода напоминают о случившемся. Где-то в середине зимы у нас обрушился козырек у подъезда. И он до сих пор разрушенный. Сами жильцы его отбили, чтобы он упал не кому-то на голову, а чтобы хотя бы это. И он до сих пор валяется вот у нас около подъезда. Вопросы, которые нужно решить в первую очередь, поступают в приемную общественного совета микрорайона и звучат на встречах с жителями. Общественный совет уже начал работу на этой территории. После общения с жителями нами были направлены письма в департаменты благоустройства, в Зеленхоз, на генерал-лейтенанта Солодовникова, имеются у нас пивные магазины в жилых домах. Конечно, населению это не нравится. То есть мы составили письма, вот в течение 30 дней мы ждем ответ. Общественные слушания по благоустройству микрорайонов проходят в рамках проекта на связи с губернатором. Каждый вопрос от жителей, общественники берут в работу и находят пути решения проблем. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События. Самарские школьники посетили главную выпускную вечеринку страны – Кремлевский бал. Наша съемочная группа сопровождала ребят в этой поездке, из которой теперь уже бывшие школьники привезли миллион впечатлений и великолепные воспоминания. С подробностями Мариана Мирная. Мы от того теперь угомили, что на поляне в полнолуне свои души не экономили. В лостовском деле экономили. Среди пяти тысяч выпускников, которым посчастливилось оказаться на выпускном балу в Кремле и 60 самарцев, с возложения цветов к памятнику неизвестному солдату началось их шествие по Кремлевскому дворцу. Среди многочисленных желтых табличек с названиями московских школ, Белая Самара была заметна издалека и привлекала внимание всех гостей и московские СМИ. Столичные журналисты активно брали интервью у наших ребят, а те, в свою очередь, с радостью делились впечатлениями. Это невероятное ощущение. Я первый раз в Москве. Это вау, это очень, 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 очень просто. У меня даже слов нет. Потрясающие, вообще незабываемые. Просто нет слов. Самарские школьники, кстати, единственные гости из других регионов на Кремлевском балу третий год подряд. Это дети из многодетных, малообеспеченных и социально незащищенных семей, которые своим трудом заслужили право находиться на празднике. Отличники, золотые медалисты, словом, лучшие из лучших. Для них это настоящий подарок и чувству благодарности организаторам нет предела. Спасибо! Спасибо! Прогулка по Александровскому саду, красная ковровая дорожка и экскурсия по святая святых Государственного Кремлевского дворца. Подарки от партии «Единой России» и воспоминания об этой поездке на всю жизнь. У меня большая гордость за наших умных, красивых ребят, которые очень заслужили здесь находиться. Наверное, здесь находиться заслужило большее количество выпускников, но вот те, которые сюда попали, они действительно очень достойно представляют наш воский город. А то, как встречают их, показывает, что Самару любят, любят самарцев. И очень здорово, что вот такая возможность ребятам предоставила здесь побывать. Мне хочется еще, чтобы у них расширились горизонты, чтобы они увидели и ощутили, что все им сегодня по плечу. Когда люди находятся в возрасте 16-17 лет, у них есть или должно быть ощущение, что им все доступно, что нет никаких, не существует никаких нерешаемых проблем, весь мир лежит у их ног. Государственный Кремлевский дворец принимал школьников по первому разряду. Конечно, больше всего ребятам понравился концерт с участием любимых исполнителей. «Глюкоза», «Серебра» и группы «Бандера» с хитом «Дай пять». Завершилась торжественная часть 10-минутным салютом. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События. Самара принимает второй Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Фестиваль стал одной из визитных карточек нашего города. Он посвящен первому исполнению знаменитого вальса Ильи Шатрова в Самаре. Принять участие в большом празднике музыки приехали музыканты из Нижнего Новгорода, Ульяновска и Сызрани. Живая музыка на Самарской набережной сразу привлекла много слушателей. Когда над Волгой раздаются звуки знаменитого вальса на сопках Маньчжурии, трудно устоять на месте. Так и хочется закружиться в танце. Мы ходим и хочу, чтобы молодежь тоже ходила. Все занимались музыкой, слушали прекрасно наш оркестр и оркестры нашей области. Музыку пишут для людей, поэтому надо, чтобы были люди, чтобы ее слушали. Вальс на сопках Маньчжурии впервые прозвучал на публике именно в Самаре, более ста лет назад. Его исполнил духовой оркестр 214-го Макшанского полка под управлением автора, военного композитора Ильи Шатрова. А уже спустя два года после исторического концерта музыкальное произведение на сопках Маньчжурии стало одним из самых популярных и узнаваемых. В Самаре Всероссийский фестиваль духовых оркестров проходит второй год подряд. Духовая музыка организует, поднимает людей, возвращает какое-то ностальгическое настроение. Это свойство духовой музыки, свойство вальса, свойство марша, свойство вообще-то духового жанра. Духовой – душа поет. Поэтому нам, людям, это чрезвычайно свойственно. И я очень рад, что у Самары появился новый бренд. В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне в концертную программу вошли военные песни. В этом году во Всероссийском фестивале духовых оркестров на сопках Маньчжурии принимают участие музыканты из Нижнего Новгорода, Ульяновска, Сызрани и Самары. Фестиваль прошел на нескольких площадках города. Оркестры исполнили известные музыкальные композиции в парке Гагарина, Струковском саду и в парке Победы. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Это были все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самары ГИС». Волгоградские депутаты направили обращение в правительство, Совет Федерации и в Госдуму с просьбой ввести мораторий на рост тарифов на электроэнергию, газ, водоснабжение и другие тарифы. По мнению региональных законодателей, основная часть населения не сможет оплачивать коммунальные услуги своевременно. По мнению депутатов, это поможет снять социальную напряженность в обществе. В начале июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий почти вдвое штрафы за неуплату коммунальных услуг. Говорят, у нас самая дешевая коммуналка в мире. Возможно. Только качество услуг даже этого не стоит. А если учесть реальные зарплаты в стране, то вывод очевиден. Чем выше оброк, тем меньше платят. Бензин снова начал расти в цене. Пока повышение коснулось лишь некоторых регионов. Но эксперты считают, что в скором времени ценники изменят все автозаправки. Согласно прогнозам, подорожание топлива до конца года может составить около 2%. Как сообщает Росстат, с 9 по 15 июня литр бензина на российских автозаправках подорожал в среднем на 0,4%, после роста на 0,2% недели ранее. Дизельное топливо повышалось в цене на 0,1%. Рост цен отмечен уже в 49 регионах. Средняя стоимость литра АИ-92 составляет 32,36 рубля, АИ-95 и выше – 35,22 рубля, дизельное топливо стоит 34,42 рубля за литр. В целом же стоимость бензина пока растет медленнее инфляции. Греция просит туристов запастись наличной валютой. Дело в том, что в ближайшее время состоится внеплановый саммит Евросоюза по Греции, и на нем, возможно, обсудят вероятный выход Греции из еврозоны, возможность дефолта и выход из зоны евро. Эксперты считают, что угроза дефолта может привести к экстренному обращению в банки за своими накоплениями местных жителей, в результате чего банкоматы быстро опустеют или будут вовсе отключены. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1667 пунктов. Среди лидеров роста – ЭОН Россия, Башнефть, РДР, Русала, Сбербанк и Лукоил. Аутсайдеры – Полюс, Золото, Магнит, Распадская и Уралкалий. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили торги понижением. На азиатских площадках динамика торгов положительная. Курс доллара на 22 июня – 53,80 рубля, курс евро – 60,91 рубля, золото стоит 2072 рубля за грамм, серебро стоит 27,88 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 63,44 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. В Минске Беларуси Дарья Касаткина сначала в полуфинале оставила неудел сербскую спортсменку Ивану Якшич 6-1-6-4. А в матче за первое место с легкостью одолела хозяйку турнира Ирину Шиманович с одинаковым счетом по партиям 6-1. Главный тренер «Красных крыльев» ищет работу. По словам Бориса Соколовского, ему уже поступило несколько предложений из мужских и женских команд. Подводя итоги сезона, тренер назвал его худшим в своей карьере и позорным для самарской команды. Она заняла последнее место в чемпионате единой лиги. Причиной провала Соколовский назвал финансовую несостоятельность клуба и травмы, преследовавшие баскетболистов. Владельцы футбольного клуба «Крылья Советов» поставили перед игроками задачу в первом сезоне попасть в десятку лучших премьер-лиги. На эти цели команда получит 1 миллиард рублей. Впрочем, губернатор Самарской области Николай Меркушкин будет не против, если за эти деньги «Крылья» поднимутся и на восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны. А через два года Советы переедут на новый стадион. Арену футболисту успеют протестировать перед чемпионатом мира 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин